Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос, где вы описываете свою проблему. Проблема ваша довольно неоднозначна, несмотря на то, что вопрос, именно вопрос вы задаете довольно простой в конце текста. Но в начале, в начале текста вы спрашиваете нас о том, как вам поступить. И вот это, конечно, не есть хорошо, потому что, когда вы спрашиваете, как поступить, вы всегда, так или иначе, перекладываете ответственность. На нас, на специалистов, а это не хорошо, потому что, как поступать, решать вам, в любом случае. Значит, восемь лет назад, восемь лет назад я познакомился с молодым человеком на свадьбе у сестры. Довольно большой срок знакомства, надеюсь, вы это понимаете, что срок большой. И я здесь мог бы спросить у вас, пожалуй, только о том, почему вы после знакомства с этим мужчиной, да, ну, можно сказать, не были ни с кем в отношениях, больше. То есть, вот, с чем это связано, почему-то так. Значит, мы периодически общались, просто ни о чем, о делах. С сентября прошлого года, как-то незаметно, мы стали общаться ближе. Ну, вот, в принципе, здесь то, о чем я говорил, да. То есть, вот, понимаете ли вы, что, то, что вы почти, ну, давайте, давайте скажем так, семь лет, да, для простаты, семь лет вы общались с человеком, вот. Вот, и, как я понял, значит, вы, ну, у вас не было мужчины, да. А, у него, ну, ну, насчет него, не знаю, но у вас мужчины не было. Вот, второе, собственно, это очень сложный вопрос. Почему у вас не было мужчины, я уже говорил, да, и, собственно, незаметно для вас вы начали сблизаться. Ну, это нормально. Обычно, когда люди долгое время общаются, они обычно сблизяются. Это, в общем-то, это естественно. Мне, пожалуй, только интересно здесь то, как вы сами, вот, как вы относитесь к тому факту, что вы начали сблизаться, да. То есть, вот, вы говорите, что незаметно, незаметно вы сблизились, вот. Ну, понимаете, когда вы говорите, что незаметно, это всегда, опять же, уход от ответственности, да. То есть, вот, если незаметно, значит, я никак на это не влияю. Если я никак на это не влияю, значит, от меня ничего не зависит. Если от меня ничего не зависит, значит, соответственно, что. что если от меня ничего не зависит, значит, я нахожусь во власти, да, во власти, там, скажем, людей каких-то, да, тех, кто, вот, со мной рядом находятся. И я надеюсь, я надеюсь только, что вы в этот момент для себя обязательно учтете. При дальнейшем рассмотрении вашего вопроса, далее, значит, тайны созваниваются в разные города, да, далеко друг от друга, хотя, вначале, мне казалось, зануды. Вот здесь момент тоже интересный, то есть он вам казался занудой, но при этом, при том, что он вам казался занудой, вы все-таки, получается, в нем нуждались, получается, что, несмотря на тот он зануда, вы все-таки испытывали к нему симпатии, ведь вы же не встретили другого мужчину, вы же так и не встречались ни с кем больше правильно, если я верно интерпретировал ваше, 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 повиспованное. Значит, далее, процесс я понял, что он очень интересный, глубокий человек, но очень, и он не скрывает этого, он где-то мне рассказал, что два раза ей изменялось, что он любит ее, и что раз он уже пошел на это и переступил через себя, то браком обречен, и что совесть съедает его, потому что жена хороший человек, но он будет вынужден развестись. Рассказала бывшая девочка, с которой он был на той свадьбе, как она изменила ему о том, как друзья свернулись после этого. Ну, вы знаете, я понял, что вы эту информацию из него вытянули, вот, я понял, что он не сразу вам открылся, вот, но все это говорит о некоторых проблемах мужчины при построении отношений с другими людьми. То есть, конечно, нельзя говорить о том, что проблемы, прямо вот какие-то очень-очень явные и серьезные, нельзя говорить, конечно, об этом. Но то, что проблемы есть, это очевидно, это совершенно очевидно, то, что проблемы есть, и то, что он до сих пор со своей женой, которые ему явно не по душе уже, и так далее. Ну, вот, все это говорит о том, что человек либо находится в противоречиях с собой, либо над ним давлеет чувство вины, очень сильно вины, либо он действует весьма эгоистично, то есть вот здесь, по моему мнению, ситуация может быть только такая. И как вы сами видите, что ни одна из этих ситуаций вам на пользу как бы не идет, да, то есть ни одна из ситуаций, ни один из вариантов вам не годится, и ничего хорошего для вас он не означает, да. В любом случае, это проблемный человек, потому что, ну, например, он изменяет своей жене, да, он изменяет своей жене. Ну, казалось бы, если человек изменяет своей жене, то, наверное, не нужно тогда с ней как-то вот быть. Но он же, получается, с ней находится, он не, получается, от нее не уходит. И да, у него вроде бы есть чувство вины, у него есть чувство вины. Но только это чувство вины, оно совершенно никак не помогает, к сожалению. Оно никак не образует его жизнь, понимаете? Либо он вообще не управляет своей жизнью тогда, что плохо для мужчины. Конечно. А либо он хочет, чтобы так было. Но это тоже не есть хорошо, как, я надеюсь, вы понимаете, да? Далее, значит, вы пишите, что мы очень нравимся друг другу, мы на одной волне. Я давно уже планировал переехать в его город, но не решал. А вы говорите о том, что вы планировали переехать в его город. Зачем? То есть давайте сразу скажем так, что я понимаю, я понимаю, что вы планировали это сделать еще до того, как вы с ним познакомились, вы с ним встречались. Это я понимаю. Сразу вам об этом скажу, чтобы не было каких-то, ну, недопонимания между нами, да? Это я понял. Интересует меня немножко другое. Если вы хотели приехать к нему в город, что в общем и целом нормально, то что мешало? Что мешало это сделать? Вы явно чего-то боялись вам? Вам явно что-то вставляло палка в колеса? Что-то вам блокировало? Вот вопрос в том, что именно блокировало вас. Это, на мой взгляд, важно. Очень важно. Чтобы понять, опять же, вас и вашу роль во всей этой ситуации, которую вы описываете. Так? Значит, дальше. Перекачиваю. И он тоже. Чего он хочет тоже? Уважаемый на них. Он тоже хочет, чтобы что? Переехали? Он тоже хочет, чтобы вы переехали? К нему. Город. Он этого хочет? Но простите, а как же его жена? Простите, если он свою жену не любит. Зачем он тогда с ней? Для чего он тогда с ней? И где гарантия? Где гарантия? Где гарантия? Где гарантия? Что он разведется с ней, когда вы приедете? Понимаете, у мужчины свой устоявшийся быть. У мужчины своя жизнь. У мужчины, я бы сказал, свой образ поведения. Понимаете? И очень мало вероятно, что он разведется только потому, что вы приедете к нему в его город, например. Но вот очень мало вероятно. Я вам даже больше скажу, что почти нереально. Потому что если бы хотел развестись, уже бы развелся давно. И не нужно было бы для этого ему ни вы, ни кто-либо еще захотел бы развелся. Все. Но он этого не сделал. И хочет, чтобы вы к нему приехали. Что-то вот, на мой взгляд, и является, ну, таким, довольно подозрительным аспектом, да? Чтобы вы правильно меня поняли. То есть вы отдавайте себе отсчет отдавать в том, зачем вы едете в город к нему. Чего именно вы хотите, ну, в первую очередь, что вы вкладываете в это, в поездку в другой город. И готов ли он вам дать то, что вы хотите от него получить. Потому что очень большая вероятность есть того, что он не готов. Далее, значит, головой я понимаю, что мне страшно. Вы знаете, нельзя головой понимать, что вам страшно. То есть, головой, ну, знаете, головой не понимают. Именно головой. Головой не понимают страшно, ибо страх – это инстинкт. И поэтому нельзя понять головой, что страшно. Это можно только почувствовать. Вот почувствовать, что страшно, да, можно, но не понимать головой. Значит, вы пишите о том, что вы такой человек, который все подвергает сомнению. Ну, здесь, на мой взгляд, все довольно-таки очевидно. Вы подвергаете сомнению все. Потому что сомневаетесь в себе сам, да? И именно потому что вы сомневаетесь в себе, вы не уверены в себе, у вас есть сомнения в себе. Вы подвергаете, значит, сил вокруг вас этим сомнениям. Ну, опять же, просто потому что… А куда деваться? Деваться-то некуда. Сомнения есть внутри вас. Они неразрешимы. Потому что вы на свою уверенность в себе не работаете. Значит, сомнения есть. Они неразрешимы. И они, естественно, проецируются на вот как раз то, что происходит вокруг вас. И все. И именно из-за этого, по этой причине, точнее, вы все подвергаете сомнением. Я полагаю, что совершенно очевидно, что над собой нужно работать. То есть нужно, чтобы вы постарались подумать, что же все-таки наставляет вас сомневаться в том, например, что вы делаете. Чтобы вы подумали, какая неуверенность в себе, в чем неуверенность в себе, мешает вас не подвергать всего сомнению. Тут, кстати, момент какой. Значит, ну, если говорить про сомнения, то вы можете бояться того, что у вас произойдет. То есть вы боитесь, что что-то будет. И вы, наоборот, боитесь, что чего-то не будет. И то, что для вас имеет, ну, большое значение. А все это странно. То есть то, что с вами происходит, то, что может повлиять на вашу жизнь, со стороны других людей, как бы, очень серьезно, очень серьезно. То, что может повлиять на вас со стороны других людей. Я хочу, чтобы вы это тоже постарались для себя зафиксировать. Причины того, почему вы все подвергаете сомнению. Я еще раз говорю вам о том, что эти причины, они кроются в вас самой. То есть как вы относитесь к себе, как вы понимаете себя и так далее. И вот, соответственно, с этим и нужно разбираться. В первую очередь. Именно с тем, в чем вы сомневаетесь в себе и почему. Какие у этого причины могут быть? И причины эти кроются именно в вас. Не в других, не в других людях и не в обстоятельствах, а именно в вас. Далее, значит, хотя объективно, зачем ему на протяжении долгого времени делять мне время? Ну, потому-то ему скучно и жена его не удовлетворяет. Он очень занят, сейчас меняет работу, это все затруднено. Здесь вы его, как бы, оправдываете, идеализируете. Но он звонит, пишет, постоянно интересуется какой-то моей другой, которая ему, по идее, вообще не нужна. Здесь вы обесцениваете, принижаете себя. И, тем самым, открываете возможность для зависимости уже от него. Открывает мне свои души секреты. Ну, знаете, я его не демонизирую, но это может означать то, что человек нуждается в вас. Человек нуждается в том, чтобы вы были рядом с ним для того, чтобы он мог реализовывать свои вот потребности, чтобы он мог реализовывать свои желания и так далее. То есть, не нужно воспринимать все обязательно, как вот, знаете, его симпатию. Если бы у него была симпатия, он бы сейчас вместо того, чтобы писать вам, как вы говорите, да, он бы сейчас разводом бы занимался. Но вот разводом он почему-то не занимается. И это вот странно, как раз-таки, еще более подозрительно, что вы на этом совершенно не заотвратите свое внимание. А, жаль, потому что это очень важный момент, на самом деле. Значит, с другой стороны, есть жена, да, жена есть. Это действительно очень важный момент. Он может ей изменять, но он может от него не уйти никогда. Я не общался с женатыми. Это было табу, правильно. Правда, с другой стороны, почему это было табу? То есть, женатый мужчина, это, конечно, может носить какой-то такой запрещающий элемент, да, именно вот, женатый мужчина. Но при этом, почему сразу табу? Ну, что-то вы с ними не общались, вы, вполне вероятно, создали себе, вы все могли создать себе, по сути, ситуацию, при которой именно женатые мужчины стали для вас чем-то привлекательным, чем-то интересным, чем-то запретным, к чему вы сейчас и стремитесь. То есть, нужно разобраться, почему, почему табу, откуда табу? С чем связано с табу? Далее, значит, теперь у меня тоже есть совесть за это. Ну, то есть, если я правильно вас понял, то, говоря, есть совесть, вы немножечко ошиблись, вы хотите сказать, наверное, может быть, что у вас есть совесть за это, но вы написали, что есть совесть. В любом случае, надо сказать, что это ни в коем случае не ваша вообще проблема и не ваша ответственность. Это ответственность исключительно мужчины за то, что происходит. Вот не надо брать на себя вину за то, что априори, как бы, от вас не зависит. Не нужно. Это вот неправильно. Данная позиция неправильная. То, что вы, значит, испытываете чувство вины, это связано, опять же, с вашей неуверенностью в себе. Именно чувство вины, это неуверенность в себе. Ну, как бы, чувство вины, это продолжение неуверенности в себе на самом деле. Вот. Но это ни в коем случае не означает, что оно реально. Это чувство вины, это вот, потому что вы не уверены в себе, потому что вы, скорее всего, склонны брать на себя ответственность за людей, которые, ну, которые к вам отношения не имеют. И пораждают это самое чувство вины. То есть вы не работаете над уверенностью в себе, чтобы вы брали на себя ответственность, и взяв на себя ответственность, вы перестанете брать на себя чувство вины. Потому что тот, кто не знает ответственность за себя, разграничивает, разграничивает свою ответственность и всю живую. Это вот очень такой, знаете, правильный момент, очень такой, знаете, правильный аспект ситуации. Надеюсь, что вы об этом тоже подумаете, ну, в этом направлении, да. Значит, а я несколько раз пытался покончить с общением, он меня останавливает, успокаивает. Говорит, что так просто я уже никуда не денусь. Так, ну, несколько раз пытался покончить с общением, не очень понятно. Если вы собираетесь с ним в гору, в город, то как-то странно выглядит ваша попытка покончить с общением. Да, и если у вас все в порядке, то покончить с общением, мягко говоря, тяжело будет. И довольно-таки, знаете, трудоемко. Вот. Поэтому как-то вот странно вы действуете. То есть, если вы хотите покончить с общением, то вам по-хорошему, ну, нужно было бы просто уменьшить количество общения с ним. Это было бы вот правильно. А так мы пытались сразу все порвать, а это, естественно, не получается, потому что, ну, и привыкли к нему, да и он к вам тоже привык, в любом случае. Вот. То есть, непонятно, почему вы пытаетесь сразу порваться с сумами двигаться. Ну, действуйте постепенно, там, не отвечайте какое-то время, да, там, проявите, скажем, холодность где-то. И, значит, постарайтесь, вот, вот, нормально, цивилизованно расставаться с человеком. Если вы хотите, хотите, это вообще, конечно, конечно, вот. Так что не очень, не очень понятно, не очень понятно, зачем вы расстаётесь вообще с человеком. То есть, если вы, если он вам нравится, если вы нравитесь ему, то зачем расставаться тогда? Вы можете друг другу, в принципе, быть полезными, интересными, приятными. Ну, даже если вы не будете парой, даже если, то вы можете просто быть хорошими собеседниками. Или вы такой вариант совершенно не рассматриваете для себя. Говорит, что так просто я никуда не денусь. Это плохо, потому что мужчина вас привязал. Он показывает вам, что вы в его власти, он показывает вам, что вы принадлежите ему. Ну, а сейчас это так и есть, потому что вы не можете закончить с ним общение, вы не можете закончить с ним, ну, взаимодействовать. И это наводит на определённую мысль о том, что вы уже, уже от него в определённой зависимости находитесь, что не является чем-то хорошим для вас, опять же. А он, мужчина, он как бы это понимает. Он понимает, что вы находитесь от него в зависимости и пользуется этим, не желая вас отпускать. Ну, вот это вот, на мой взгляд, тоже довольно плохо. И вот его немного собственническая позиция, да, когда он говорит, что ты никуда не денешься, но это тоже настораживает. Ну, по крайней мере, вот как это видится мне. Значит, и хотя я это причитаю, ему даже говорить целую в конце разговора, просекают такие разговоры, но это выглядит на самом деле несколько смешно, потому что, понятно, что вы нравитесь друг другу, понятно, что вы выглядите, и вот что вы делаете сейчас, это просто живёте в иллюзорном мире. То есть вы не желаете принимать его таким, какой он есть. Объективно, у вас связь с женатым мужчиной. Признайте, не бегите от реальности, как вы бежите через свои сомнения, не нужно. Примите это, скажите, да, я чувствую симпатию к женатому несвободному мужчине. Да, я вижу, что он тоже чувствует эту симпатию. Да, так и есть. Так и есть. Это правда. Что делать с этим? Как мне дальше поступать? Избегая, вы избегаете ответственности своей. Далее, мне надо переехать и самой посмотреть уже. Но мне очень страшно. Вы пишите, что вам надо переехать и посмотреть всё самой. Очень понятно, если вы собираетесь переезжать, если вы всё-таки хотите переехать, то зачем тогда вы пытаетесь с ним расстаться? То есть, для чего вы пытаетесь расстаться тогда? То есть, вот, непонятно, ваш пациент, какую часть вы преследуете, чего вы хотите. То есть, либо вы расстаетесь объективно, он действительно расстаетесь. Либо вы приблизяете к нему и признаёте, что он вам дорог, он вам важен и так далее. А то вы противоритесь сам себе. Да. Далее, вы говорите о том, что вы боитесь. Вы боитесь, боитесь и боитесь разочароваться. Это, оказывается, неправно. Ну, вот здесь тоже момент важный. Вы говорите, что я боюсь разочароваться. А почему боитесь разочароваться? Почему вы боитесь разочароваться? С чем это связано? Ожиданиями? Если речь идёт о ожиданиях, ваших, ваших, ваших ожиданиях, да? Давайте подумать, на базе чего формируется ожидание? На базе желаний. Если на базе желаний формируется ожидание, то что получается тогда? А тогда получается следующая ситуация, что у вас есть какие-то потребности, да? И вы эти потребности пытаетесь с помощью этого мужчины, молодого человека, удовлетворить? Возникает вопрос. На мой взгляд, вполне логичный. Что это за потребности и почему вы считаете, что именно их мужчина должен удовлетворять вас? Прогласитесь, на мой взгляд, это вполне себе правильная подстановка. Вопрос. Почему такое большое значение для вас этот мужчина имеет, хотя вы не вместе, вы даже нормально не встречаетесь и вообще он женат? А причина этого кроется в том же, почему вы фактически восемь лет его ждали. Вот то, что доставляло вас восемь лет его ждать, то и доставляет вас сейчас переживать по поводу того, что у вас что-то не получится и вы разочаруетесь. Чтобы не радутироваться, нужно не ожидать и делать что-то исходя не из того, чего вы хотите, чего хотели бы вы от человека, так? А исходя из того, чего бы вы хотели именно для себя. Вот это вот, пожалуй, самое важное. Но свои желания нужно адекватно оценивать, свои желания нужно осознавать, свои желания нужно видеть, чтобы правильно их реализовывать. Значит так, вот вы боитесь анализироваться и все это оказывается неправда. А что именно? Пока мужчина не подал на развод, что это действительно неправда. А на развод он не подал, значит это неправда и вы живете в иллюзии. Вы видите только то, что он вам как надо, но не то, что есть на самом деле. И опять же вопрос в том, что случится для вас, если это будет неправда. Подумайте, я могу сказать, но хотел бы вы подумали, что случится. И что вам медведя для того, чтобы иметь эти ожидания. Вообще, я ему сильно не доверяю, он просто поверит, я не могу как научиться привычной обратной ситуации. Я всем всегда не верю, правильно ли это. Нет. Всем всегда не верить, это неправильно, связано это с неуверенным в себе, с неумением установить личные границы. То есть понять, где моя ответственность и где ответственность другого человека. Тут вот нужно разбирать, где вы перекладываете ответственность на других. А перекладывание ответственности на других, это, как правило, традиционный сценарий. Вот. То есть из детства идёт. Значит, далее. Как прозвучиться брось осмотреть на ситуацию? Брось осмотреть на ситуацию можно будет, если вы перестанете с этим молодым человеком связывать свои планы. С этим молодым человеком ожидать чего-то. То есть когда вы будете рассчитывать только на себя, когда и если вы будете рассчитывать только на себя, ситуация сразу же моментально изменится и станет куда лучше. Вот. Это, я полагаю, то, что вам можно было бы сказать по вашему тексту. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то неясно в моём ответе, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok